В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Видновский центр экзопротезирования посетила министр социального развития Московской области Людмила Балатаева. Здесь важно быть в таком плотном взаимодействии, чтобы и лечение, и социальная реабилитация, ну вот такой же, так скажем, разной заботой. Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа отмечает 10-летний юбилей. Наша деятельность регламентирована законодательством. Министр социального развития Московской области ознакомилась с работой Видновского центра экзопротезирования, где проходит реабилитацию бойцы специальной военной операции. О том, с какой заботой и вниманием здесь относятся к пациентам, расскажет Юлия Поготьян. Этот центр экзопротезирования поистине уникальный. Первый и пока единственный в стране. По распоряжению губернатора Московской области, Видном открыт осенью прошлого года. Здесь установлено самое современное оборудование для лечения пациентов с ампутационными культями. Основное его направление – это проведение экзопротезирования и установка, и помощь в активизации движения на протезах пациентов с ампутационными культями. Соответственно, туда же входит и лечение сопутствующих заболеваний, туда же входит у нас и заживление ран после ампутации, и в том числе реампутации, если они необходимы для благоприятного экзопротезирования. Сейчас в Видномском центре экзопротезирования обслуживаются только бойцы специальной военной операции. В будущем планируется перевести медицинское учреждение на работу с гражданским населением и увеличить спектр услуг. А пока через золотые руки высокопрофессиональных врачей прошло порядка 10 участников СВО, которым здесь, в частности, оказывается и психологическая поддержка. Понятно, что это достаточно серьезная психологическая травма, особенно если это молодой человек в самом рассвете сил. Но когда люди видят, что ими занимаются, им занимаются не только со стороны здоровья, но и в социальном плане, то и с родственниками, и с поддержкой со стороны государства, регионального правительства, то здесь, конечно же, они немножко по-другому к этому относятся. У нас были случаи, где действительно ребята, они хотят вернуться после того, как получили протезы, они хотят вернуться на военную службу. В ином случае государство предоставляет бойцу возможность переобучения на другую профессию. Именно социальная реабилитация играет ключевую роль в восстановлении привычного ритма жизни военнослужащих СВО. В этой работе активное участие принимает министр социального развития Московской области Людмила Болотаева, которая на днях посетила Видновский центр экзопротезирования. У нас есть, также мы подхватываем в нашем реабилитационном центре Ясенке, находится он под городским округом Подольском, где бойцы могут проходить 21-дневный курс, бесплатное проживание, питание, очень хорошая реабилитационная база. У нас есть инструкторский там состав хороший, который занимается с ребятами. Здесь важно быть в таком плотном взаимодействии, чтобы и лечение, и социальная реабилитация окружить, так скажем, разные заботы и внимания, потому что ситуация очень разная, и помощь нужна очень разная. Людмила Болотаева отметила, ни один боец не останется без внимания. Помощь будет оказана, начиная с решения бытовых вопросов, до предоставления самого серьезного высокотехнологичного лечения. Юлия Погосьян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВиднетВ. В историко-культурном центре прошел семинар-совещание для муниципальных депутатов, организованный Московской областной думой. Народные избранники обсудили перспективы развития Ленинского городского округа и местного самоуправления, современной технологии законотворческой деятельности и многое другое. Обменяться опытом, рассказать о законодательных новшествах и достижениях коллег по парламенту. Таковы задачи семинаров-совещаний, которые проводит Московская областная дума в разных муниципалитетах Подмосковья. Видно, на очередном таком мероприятии в историко-культурном центре собрались парламентарии, чтобы обсудить множество важных для Ленинского городского округа вопросов. Мы решили не только перед вами выступить, но послушать вас. Причем это ваше ответное предложение, в первую очередь по закону творчества. Я очень надеюсь, что все присутствующие, все участники, которые заявились в участии в этом семинаре, воспользуются такой уникальной возможностью. И вживую пообщаются с руководителем комитета Московской областной думы, для того, чтобы те вопросы, те наболевшие проблемы, которые существуют, можно было обсудить. В начале семинара парламентарии обсудили перспективы развития и становления местного самоуправления, а также законодательные изменения в этой области. Долгий путь становления местного самоуправления не завершен. 131-й закон, на основании которого мы до сих пор работаем, пока действует, но готовится новый. Он немножко затянулся с принятием, но тем не менее он есть, над ним идет серьезная работа в Государственной думе. Хотелось бы поблагодарить за инициативу, тоже от нас сходила в этой части по выборам старостей. Действительно, как бы раскрывает возможность для активных граждан данная инициатива и данный закон, который вы поддержали. Также в ходе семинара парламентарии коснулись вопросов взаимодействия на уровне законодательных инициатив и правоприменительной практики, использования информационных технологий в своей работе в финансовой и инвестиционной политике транспорта и социальной инфраструктуры. Анализировали данный бюджет, мы увидели о том, что действительно социально направлено. 86%, более 76% приходится на образование культуры, спорта, охране и социальной политики. Поговорили о том, как важно продолжать помогать жителям Донецкой и Луганской народных республик, мобилизованным и их семьям. Депутат Совета депутатов Валерий Черников рассказал собравшимся, что силами парламентариев и неравнодушных жителей Ленинского городского округа было собрано и отправлено около 70 тонн груза. И такая работа будет продолжена. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа отмечает 10-летний юбилей. Среди многочисленных полномочий организации одной из основных – это контроль за законностью и эффективностью использования средств муниципального бюджета. Пообщалась с сотрудниками и узнала все тонкости этой ответственной работы наш корреспондент Наталья Буслаева. Выполнение губернаторских программ по благоустройству, дорожные, строительные и многие другие виды работ, проводимые в муниципалитете под пристальным наблюдением контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа. По словам Елены Егоровой, сотрудники тщательно отслеживают расходование муниципальных средств. Наша деятельность регламентирована законодательством. И единственный закон, который говорит о особенностях нашей работы, об особенностях организации нашей контрольной деятельности – это шестой федеральный закон, который регламентирует деятельность контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований. Сейчас в контрольно-счетной палате работают 9 человек. В должностные обязанности Ольги Иванковой входит координация деятельности сотрудников при проведении контрольных мероприятий и экспертно-аналитических. Выезжаем на объекты, делаем выводы, соответственно, при личном, скажем так, контакте с руководителем объектов контроля. На дороге мы также выезжаем. То есть все то, что нужно посмотреть, обязательно смотрим. А уже фиксация происходит, фиксация на бумаге происходит, естественно, на рабочих местах. Главное качество работника этой непростой структуры, как рассказала Елена Егорова, это обучаемость. Нет такого вуза, такого учреждения образовательного, которое бы учит наши профессии. Конечно, нет профессии очень собирательной. Элеонора Чернышова, заместитель начальника отдела контрольной и экспертно-аналитической деятельности, работает с основания организации, рассказывает, что все проводимые мероприятия довольно интересны, и в ходе каждой инспекции узнаешь много новой информации. Мы на договорной основе привлекаем экспертов, то есть, допустим, какие-то экспертизы каких-то строительных работ, когда делаем керны на дорогах. Вот, также вот эти эксперты отдают материалы в лаборатории и нам готовят отчет. 29 марта исполняется ровно 10 лет со дня образования контрольно-счетной палаты муниципалитета. Дата для нас действительно важная, поскольку контрольно-счетная палата – это всегда глубокое погружение в вопрос, это рабочие будни. Свой профессиональный праздник сотрудники контрольно-счетной палаты встретили на рабочих местах. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В центральной библиотеке открылась экспозиция под названием «Музей». Эта необычная выставка будет интересна для посетителей любого возраста. Маленькие, большие, керамические вязаные. В коллекции Ирины Бачковой сейчас насчитывается более 30 тысяч фигурок коров. Вся коллекция началась именно вот с этой коровы. На самом деле это не корова, это конь. И он чудесным образом вернулся обратно владелице. Так получилось. Поэтому, в общем, я думаю, что иногда даже сказывается какого-то, начинается вот такая огромная история. В экспозиции очень много экземпляров ручной работы из природных материалов. Здесь солома, здесь кокос, здесь сено, фарфор, мягкая игрушка, дерево. Гости выставки с любопытством рассуждают, какой из экспонатов интереснее всего. На необычную коллекцию приходят посмотреть не только постоянные посетители библиотеки, но и те, кто попал на выставку случайно. Я первый раз такую выставку таких интересных коров вижу. Я, конечно, влюблена, знаете, в какую? Вот в эту, вон ту с бантиком. Она невероятная, вот соломенная. Я на нее уже смотрю. Я даже не ожидала, что такую красоту можно сделать. А так вообще, конечно, коровы замечательные. Поэтому я рада, что я сюда попала. Для посетителей экспозиции Ирина Бачкова приготовила сладкое угощение, в том числе конфеты с символическим названием «Коровка». Выставка продлится до 9 апреля. Спешите видеть. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.